Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал! Меня зовут Антонес, и на этом канале мы пьем очень много кофе Тартуфи, а еще мы очень много сплетничаем. Огромное благодарность нашему постоянному спонсору кофе Тартуфи. Ребята, переходите по первой ссылке в описании. 100% арабика. Восхитительные продукты с трюфлем. Кофе, который будет мне каждое утро, это самый вкусный кофе, который я пил. Спасибо еще раз Тартуфи за постоянную любовь и поддержку нашего сплетнического комьюнити. Во-первых, хочу сразу поблагодарить всех, кто поддержал мой вчерашний влог. Я выложил вчера влог. По этой ссылочке можете пройти и посмотреть. Ребят, 12 место было вот в прайм-тайм нашего успеха. 12 место в национальных трендах. 12 место по России. Самое популярное видео. Спасибо огромное, дорогие сплетники и просто подписчики, за то, что подписывайтесь на мой основной канал и поддерживайте влоги. Редко выпускаю, обещаю, раз в субботу будет влог о моей жизни. Но спасибо еще раз за добрые слова, добрые пожелания. Слова поддержки это именно то, что сейчас мне необходимо. Обязательно переходите, оставлю также ссылочку в описании к этому ролику. Влог удался и надеюсь, он вам, может быть, чем-то поможет тоже. В любом случае, если вам интересна моя жизнь вне концепта сплетен, переходите на мой основной канал, там тоже очень интересно. Вчера полетает ко мне пташка в директ моего инстаграма и высылает мне интересную информацию. Значит, получается вот такая ситуация. Я всегда говорю, вот мой инстаграм, открыт всегда директ для любой информации, пишите мне смело, я всегда прочитываю, удаляю все сообщения. То есть на вас никто никогда не выйдет и вы всегда останетесь анонимными. Значит, работает у нее муж наркологом. И пишет он, работаем, она спрашивает, кто там, он работаем, перезвоню, она спрашивает, кто. Он пишет ей, дочь Успенской, она отвечает, я была права. О чем речь? Значит, насколько я понял, мы созвонились, да, я созвонюсь со своими пташками, мы созвонились и она попыталась мне объяснить со слов мужа. Ситуация такая, что вот сейчас же, что происходит? Люба Успенская сделала официальное заявление, что с дочерью они нашли общий язык и вот выходили они вместе на красную дорожку, что все у них было замечательно. И вот сейчас, когда прилетает из первых рук, что наркологи забрали дочь, как утверждает эта самая женщина, что Люба Успенская сама попросила, чтобы дочь забрали. И дальше она пишет мне, Люба Успенская попросила, чтобы дочь отправили в Уника Плюс. Уника Плюс это именно та клиника, где лежал в свое время джиган. И добавляет она мне интересную информацию, сидит дочь Любы Успенской на лирике. Я говорю, лирика, что за лирика? Она так и пишет, она говорит, да, это сильнейший седатив, который дают наркологам, у которых вообще, считаю, выхода нет. Я не знаю, о чем я сейчас говорю, потому что я это все передаю со слов пташки. Вот на лирике она сидела и, как утверждает эта моя пташка, Люба Успенская сама попросила, чтобы дочь закрыли и больше не выпускали. То есть настолько там все проблемно. И дальше добавляет она мне вот этот вот скрин на десерт. Десерт. Встретил парень нас, убитый в хлам, под белым. Это значит, когда команда наркологов, скорее всего, приехала в дом Любы Успенской. Встретил парень нас, убитый в хлам, под белым. Под белым, ну, понимаете, это кокаин. Дома юристы, друзья и куча прихлебателей. Жесть. Два человека адекватных осталось, лечить надо. Вот такая вот вам информация для размышления. На самом деле, удивлен ли я? Наверное, я удивлен, потому что Люба Успенская, сама Люба, ведь плакалась везде, ходила, моталась во всем ток-шоу, давала интервью, что она потеряла контроль над дочерью, что дочь такая вот у нее поганка, что она хорошая мать. Она зарабатывает деньги и делает все в своих силах, чтобы вытащить дочь из этого дурмана наркоганского. Цитата. Встретил парень нас, убитый в хлам, под белым, в доме Любы Успенской. Огромное количество друзей, юристов и куча прихлебателей. И Люба, для которой легче всего не выгнать эту всю шваль из дома, а которой легче закрыть дочь в частной клинике, чтобы безвозвратно и накачать седативами так, чтобы она вообще не понимала, где она находится и что с ней происходит. Я, наверное, не могу судить Любу как плохую мать, потому что, скорее всего, для Любы вот этот вот круговорот наркоганов вокруг нее это норма. И для нее удивительно, наверное, что дочь потерялась в этом наркоганском мире, который сама Люба вокруг нее и создала. То есть, вы понимаете, для Любы отказаться от всей вот этой кучи прихлебателей, наверное, миссия невыполнима. А дочь легче всего закрыть в, повторюсь, называется клиника Уника Плюс, чтобы безвозвратно, чтобы не в Америке где-то сидела, а плавала. Помните, вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти и посмотреть, мы обсуждали как раз тех самых дочерей, звезд российского шоу-бизнеса. Что Леля, Лариса Гузеева, фантазерка. Что вот Любина, дочь, которая, упаси боже, в Л.А. приедет, пойдет плавать по поребрикам и приставать к людям, потому что вечно обдолбана. Потому что мать такая. Потому что для матери важнее, скорее всего, по словам пташки, окружение под белым, чем здоровье собственной дочери. Вот такой вот вам эксклюзивчик. Все об этом молчат, но это случилось вчера вечером. Вот такая вот ситуация. Интересно послушать, кто что знает, может быть, кто знает, я не знаю, кто общается с Любой, что за ситуация. Пишите в директ моего инстаграма. Очень часто прилетают серьезные пташки. Вы мне доверяйте, потому что моя репутация, она очень важна. Один раз я проколюсь, никто ко мне больше не прилетит. Поэтому пишите мне, интересно мне, что происходит. Очень интересно отношение Любы вот этой вот ситуации. Да, наводит на размышления. Ставьте лайки, дорогие мои сплетники. У нас очень часто эксклюзив. Сплетни новости каждый божий день. Подписывайтесь, если вы еще не подписаны. У нас самое горячее сообщество в русскоязычном блогинге в принципе. Поэтому установитесь сплетниками. Сплетник на этом канале, это звучит гордо. К Тилю Линдеману пришли с обыском. Вообще здесь интересная какая-то тема. Значит, к солисту Рамштейн приехали. Жил он в отеле под Тверью, завидовал. То есть и сегодня он уже должен был выступать в местном концерте. А еще через неделю музыкант высыпают в Москве на фестивале «Спасская башня». Сообщается, что после визита полицейских ночью пришли, значит, к Тилю. Задержан один из представителей команды немецкого музыканта. Потом, как оказалось, значит, сказали они, что они просто пришли на ночь, глядя в гостиницу к Тилю, чтобы предупредить его о ковидных ограничениях. Ну, понимаете, это чушь какая-то собачья. Кто-то высказал сомнение, что, возможно, это таким образом просто привлекает внимание к этому фестивалю «Спасская башня», чтобы больше людей пришли туда, потому что это очень важно с точки зрения патриотизма. Опять же, дорогие мои сплетники, все вы знаете, вот в этом видео, по этой ссылочке вы можете пройти посмотреть. Мы рассказывали про парня, которому дали два с половиной года, о том, что он репостнул клип о Рамштейн. Ему предъявили распространение пронографии. И вот сейчас он фронтмен этого фестиваля. Непонятная тема, что-то они мутят, что-то они пытаются скрыть. Случайно, видимо, вылилась эта информация. Я не верю, что это пиар-акция. Я не думаю, что фестиваль «Спасская башня» так глубоко зрит и соображает такие вот многоходовочки, чтобы влечь внимание к этому непонятному фестивалю. И так достаточно. Рамштейн приехали, Рамштейн любят в России, на Рамштейн придут и послушают. Мне непонятная, что за тема, что-то они пытаются скрыть. Поэтому, кто что знает, пишите мне, потому что я не верю. Вот в это вот просто пришли. Предупредили о ковидных ограничениях. Ну, конечно. Детский сад, правда? Интересно, что происходит. Обрушились с критикой на Kanye West 26 августа на стадионе в Чикаго. 40-летняя Ким вышла на сцену в свадебном платье от Баленсиаго во время финальной песни «No Child Left Behind». Интересная инсталляция. У Kanye West своя тема. Значит, сообразили они инсталляцию дома, в котором вырос музыкант. В конце этот дом сожгли. Настолько все. Я смотрел эту презентацию. Немножко меня волнует по всем неправильным причинам. I'm disturbed. По-английски такое есть выражение. Непонятная для меня эта тема. Сама Ким сказала, что ее подставили. Почему подставили? Значит, на концерте принял участие Мерлин Мэнсон. И так как в свете обвинения его в насилии над женщинами, на нее обрушился шквал критики. Почему ты поддержала мужа, когда он приглашает таких гостей? Сама Ким сказала, что она не знала, что будет там Мерлин Мэнсон. Она сидела в люкс-номере за кулисами. И она даже не знала, кто выступает на сцене, как это все происходит. Я не знаю, не верю никому больше. Здесь приходится им врать, приходится им выкручиваться. Но вот такая вот тема. Вышла она его поддержать. Потому что она сказала, что мы все равно друзья. Но после такого инцидента она очень-очень на него зла. Опять же, я не знаю, это его имидж больного человека с биполярным расстройством. И он это стимулирует, чтобы привлекать внимание к самому творчеству. Я считаю, что этого ему делать не нужно. Потому что он и так один из гениальнейших, на самом деле, перформеров и визионеров от бизнеса. Я не любитель его творчества, но я уважаю нестандартный подход ко всему. Поэтому он любит моему сердечку, скажем так. Ну, непонятная вот эта вот тема. Кто смотрел, кто что думает. Интересно ваше мнение, ждете ли вы его новый альбом Донда? Давайте пообщаемся в комментариях. Вчера я выложил и в своем телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь. Почти 121 тысяча подписчиков в телеге. Неотъемлемая часть нашего сплеческого комьюнити. Нас цитируют, на нас наезжают, что мы воруем материалы. Ребята, пожалуйста, не грузите меня. Вы снимаете какие-то непонятные истории. Собственно, обвиняете меня, моих редакторов, что мы берем. Этот самый материал и используем его в качестве собственной наживы. У нас телеграммы, мы делаем 0 рублей, 0 копеек. Для души этот паблик. Именно объединяет сообщество, потому что общаемся там в прямом эфире. Обязательно подписывайтесь. Ссылка будет в закрепленных комментариях. Вчера я сделал анонс про Скобееву. Прилетает ко мне интересная пташка в мой email. Антон, привет. Строго конфиденциально. Давно хотела отправить тебе фото Ольги. Сливной бачок. Видимо, кликуха такая погоняла. Ольги Скобеевой было. Значит, давно хотела отправить тебе фото Ольги. Сливной бачок Скобеевой. С ее подругой. С которой она состояла в интимных отношениях. Информация 100%. Делаю это потому, что она открыто заявляет о своей гомофобности. Забывая то, кем она была в 2002 году. Это когда она приехала из Волжска. Я так понимаю, это Волжск или Волгоград. Вот я не помню, откуда сама Скобеева. Скорее всего, вот из этой вот дыры. Волжск. Поправьте, если я сейчас заблуждаюсь. Ох, детали жизни молодой Ольги Скобеевой. Они мне совершенно не интересны. А как оказывается, зря. Значит, она открыто заявляет о своей гомофобности. Забывая то, кем она была в 2002 году. Фото снято в августе того же года. Когда она приехала поступать на факультет журналистики. Со своей подругой. Из города Волжски. Волжски. Доказательств, кроме этой фото, нет. Но это правда, так как сама проводилась с ними время. И вот, пожалуйста, вам две подружки. Значит, у подружки на лицо. Я закрою сейчас здесь. Вы видите, да? Лицо закрыто. А Олю Скобееву не узнать. Но 2002 год, да, дорогие мои? Это 20 лет назад. Две девочки. Стандартные девочки. Если вы зайдете в любой лесбийский ЛГБТ направленный клуб. Вы всегда найдете такие парочки. Две девочки-лесбиянки. Одна из них, которая является сейчас главным пропагандистом российского телевидения. Рупором Кремля. Гомофобным рупором Кремля в 2002 году состояла в отношении с другой девчонкой. Я оставлю полную версию этой фотографии в моем телеграм-канале. Подписывайтесь. Там у нас такой эксклюзив, который не всегда Ютуб-то вытягивает. Понимаете, дорогие мои? Смотря на Ольгу Скобееву, у меня вопрос. На какой момент ты начинаешь не то, чтобы продавать душу дьяволу, да? Ты начинаешь предавать саму себя, свою собственную сущность, свою натуру. Правильно? Но это же деньги. Неужели Ольга Скобеева настолько патриот новой России, настолько патриот новой политики, которую продвигает Кремль, что она согласна на все. Гнобить геев. Помните? Ужасно совершенно. Опять же, у нас в паблике было в телеграме, когда они унижали британского прогуна. Открытого гея, мужа, отца, гениального пловца нашего времени, прогуна в воду. Не называя его по имени, называя его исключительно комосексуалист из Британии. И вот тогда вся студия стояла и ерничала, знаете, издевательски над людьми, основывая свое мнение о них только на том факте, что они представители ЛГБТ. Это говорит Ольга Скобеева, сама состоявшая в 2002 году в отношениях с девочкой. Когда ты смотришь сейчас на эту пару, девчонки, ну, лесбиянки, ну, пожалуйста, скажите мне, что это для вас нормальная девчонка 2002 года. У меня вопрос немножко другой. Москва большая, Москва, как оказывается, какая бы большая не была, она очень маленькая. И все друг друга знают. Если у вас есть какая-то информация дополнительная, развейте эту мысль. Вот уже сказала девчонка, что вот вместе тусили и знала 100%, что они пара. Девчонки, кто помнит Олю Скобееву? Начало нулевых, скажем так. Мерзость просто не прикрыта. Мерзость именно, знаете, не в том, что она пропагандист. Имеют право на существование пропагандисты. Они есть и в Америке, они есть и в Австрии, они есть и в Германии. Это публичные люди, которые жестко протягивают лигию партии. Пускай может быть не очень популярную, пускай может быть очень-очень-очень про власть. Есть в каждой стране в той же Америке. Но когда ты сама являешься, у которой сама рыла в пуху, ты же сама была в отношениях с женщиной. Почему такое пренебрежение сейчас, 20 лет спустя, ко всем гомосексуалистам, которых ты видишь, которых ты знаешь, о которых ты можешь вообще хоть что-то сказать? Оль, у меня нет проблемы с пропагандистами. Они есть в каждой стране. В Украине, в Беларуси, в России, в той же Америке. Они есть. Но когда человек гнобит своих по крови, да? Ты же любишь женщин. Оль, и есть доказательства. Я нарою полно. Я все нарою. И ты знаешь, я это нарою. Не с одной же ты жила, правильно, да? И не в одном же месте ты тусила. Почему так себя можно вести сейчас, имея тот бэкграунд, имея то прошлое, которое имеешь ты? Ай, красотка. Как ты спишь ночами, Скобеева? Расскажи нам, пожалуйста. Интересно послушать ваше мнение. У кого есть что добавить? Есть мой имейл, есть мой телеграм, есть мой инстаграм. Вы останетесь анонимными, а мы будем вам очень благодарны. Потому что я считаю, что такое лицемерие нужно протаскивать. Потому что это лицемерие. Оно неправильно, дорогие мои. Давайте пообщаемся в комментариях. Интересно послушать ваше мнение. Ну и суши-бар. Ёб да ёб. Правильно так называли. Не знаю, извините, пожалуйста. Ёб да ёб. Меня это запикает название этого бара, суши-бара, потому что это звучит похабно. Значит, выложили они рекламную кампанию. Где девочки и чернокожий парень сидят и кушают суши. И, значит, пришлось им извиняться за темнокожего мужчину. Всё из-за угроз, которые стали поступать от сторонников организации мужского государства. Якобы российской культуре чуждые африканцы. И делать подобное промо нельзя. От лица всей компании. Мы хотим принести извинения за то, что задели общественность нашими фотографиями. Мы удалили весь контент, который вызвал эту шумиху. Написала компания в своём инстаграм. Да, дорогие мои. Я не любитель перекосов. Вот кардинально. Ну вот почему нельзя найти золотую середину? В России извиняюсь за то, что случайно поставили чернокожего парня на рекламу суши. У меня в первую очередь байбит от движения BLM. Но мракобесием-то тоже заниматься нельзя. Одно дело, когда ты заходишь в H&M и полностью все каталоги представляют чернокожие мужчины и женщины. То есть белокожих моделей там может быть, я не знаю сколько, 15%. В Европе, где белокожих большинство. Вы же рассчитываете на европейский рынок, правильно? У меня нет проблем с чернокожими людьми. Но когда начинается мракобесие и перегиб в другую сторону, это тоже неправильно. Интересно послушать ваше мнение. И пожалуйста, вам бренд Superfit Hero представил новую коллекцию спортивной одежды. Вы сейчас послушайте оборот для плюс сайз атлетов. Вы слышите? Атлет и плюс сайз. Ладно, бывает может быть, я не знаю, борцы с умо тоже можно же назвать атлет, правильно? Но здесь ты видишь людей с гормональным сбоем, с любителями бодипозитива и волос под мышками. С прелостями под этими самыми подмышками. Людей больных. Больных это больные люди в плане срочно нужна резекция желудка и что-то еще. Потому что это не атлет. Это больные физические люди с потерей контроля всего. Да какой атлет? Что куда вас несет, ребят? Ну какие плюс сайз атлеты? Вы смотрите на эту плюс сайз атлетку. Живем в странное время, дамы и господа, сплетники. Когда не знаешь, как реагировать на какие-то элементарные новости. И когда не знаешь, как в честь жить эту жизнь. Вот такие вот новости до сегодня, дорогие мои. Повторюсь, если вам есть что сказать. По любому вопросу или вам кажется, что есть какая-то информация, которая будет интересна нашему сплетническому комьюнити и миру. В принципе, ведь нас смотрят абсолютно все. И просто любители сплетен, и те, о ком мы сплетничаем. Поэтому пишите в директ моего инстаграма, подписывайтесь. Давайте общаться и давайте сплетничать. Дорогие мои сплетники, все вы знаете, на этом канале мы всегда поддержим приюты для бездомных животных. Есть замечательный приют в фонд Москве и Московской области Кота Детки. Обязательно оставлю их инстаграм в описании к этому ролику. Переходите. Благодарите за то, что они делают. Помогите, если вы в состоянии помочь. А если вы хотите усыновить сына или дочь усатого, хвостатого, приезжайте к Кота Деткам. Выберите себе ребенка и заботитесь и любите этого самого ребенка. Потому что этим детям, братьям нашим, меньше. Любовь и забота. Ох, как необходимо. Спасибо, дорогие мои сплетники, что доказываете всем миру, что мы сплетники умеем не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетники, вот и все новости на сегодня. Спасибо огромное абсолютно всем за подписки, за пальцы, за комментарии. Огромное спасибо всем спонсорам канала. Дорогие мои спонсоры, с вашей помощью жизнь действительно становится легче. Спасибо еще раз всем за внимание. Увидимся обязательно завтра. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok